привет виктория как дела хорошо хорошо я бы хотел чтобы ты ответил на несколько вопросов которые ответы на которые будут интересны тем ребятам которые тоже планируют поехать в частную американскую школу вот ну расскажи как вообще к этой идее вы пришли ли ваша семья чтобы туда то есть это она была на каких-то лингвистических курсах да скорее всего вот на в американской школе еще я за стоит учить до лагеря ну да языковые хорошо какой у тебя сейчас год здесь первый год это сколько месяцев ты здесь уже провела 6 месяцев уже ну как какие вот ты видишь ожидания сбылись что-то может быть сложно вот качество вот именно больше как ты входишь в культуру что получается что не получается вот в этом плане да и комментарии пожалуйста здесь мне образование нравится система лучше чем в россии в чем подходе к ученикам подходе к всему вот отношения к ученикам понятно но ты чувствуешь что тебя как-то люди раскрывают потому что у каждого есть какие-то свои таланты ты чувствуешь что твои таланты они как тебе стали понятны и потому что в будущем фактически ты сможешь ну чувствовать себя реализованно и удовлетворенно в жизни найдя себя ты чувствуешь что процесс здесь так настроиться я уже до школы нашла себя в принципе класса а что что то есть в чем ты себя нашла очень интересный вопрос бизнес бизнес интересно понятно если планируешь дальше уже здесь поступать в колледж университет а есть мысли куда калифорнию да то есть мира школа скорее всего будет помогать да каким-то образом с выбором учебного заведения окей хорошо как проходит твой день сперва завтрак а где живешь здесь прямо больно сквозь не на завтрак еду на вообще завтрак есть хорошо потом у нас проходит собрание вся школа идет туда спортивный зал там рассказывают всякие объявления это каждый день такая традиция да то есть вы собираетесь какой-то общий сбор а потом идем уроки после трех уроков обед потом еще четыре урока дальше спорт ужин и есть время дается делать уроки в основном много задают по каждому привет не очень не очень помощь какую-то предоставляет школы есть какие-то еще каждый день нет понедельник вторым четверг после уроков есть 30 минут это extra health называется просто подходишь к учитель тебе что-то непонятно то есть это именно учитель это не какой-то отдельный человек это учитель делает она в каких ты задействована социальных активностях то есть клубы спорт что-то делаешь дополнительно теннис большой теннис да а какие-то клубы тут поинтересно театр кино круто круто хорошо смотри вот я когда подходил к школе там написано 6 слоганов креативность единство что еще раз лидерство да вот эти вот все серьезные такие вот макро философские вещи как они здесь воплощаются они к этому серьезно относятся у нас еще по некоторым дням бывает нет мы все вместе не в спортивном зале собираемся по маленьким группам у нас есть как классные руководители вот и мы там собираемся и они обсуждаем эти дела классно как мы это понимаем хорошо какая основная трудность сейчас сейчас с языком нет вопросов все как бы хорошо потому что ведь ты не только на языке коммуницируешь но ты изучаешь спец предметы на языке кстати как ни странно по предметам все хорошо отлично а сколько лет ты здесь будешь учиться 5 лет ничего себе сейчас сколько 14 лет круто чтобы ты хотела но не знаю передать может быть такой привет ребятам в россию о чем они чтобы думали перед тем как они принимают решение в какую страну поехать чем хороша сша просто чтобы они лучше определились чем хороша сша например да почему именно в эту страну им стоит поехать здесь людям хорошо и люди друг другу помогают классно хорошо ну и карьерные возможности все-таки неплохие да институт хорошо большое спасибо да с вами был я александр голиков и команда star travel будем помогать вам в вашем выборе у нас сейчас следующее интервью сразу же не прерываясь вот в таком неформальном видимые с ним а ставьте без разницы не думаю что это свободная страна мы можем себя чувствовать совершенно легко до вас представься пожалуйста но называть мне всегда денег вас сколько лет 18 18 лет тоже примерно такие же вопросы то есть конечно как вообще идея возникла сюда приехать изначально идея была я хотел учиться на режиссера о причина по которой сюда приехал потому что недостаточно хороших я бы сказал есть хороший университет у меня такого возможности карьерного роста на в россии и поэтому как бы изначально идея была приехать сюда получить здесь квадрообразование средний набраться опыта если с английским языком и уже после этого поступить а с какого города ты я с москвы но родом окей хорошо а каким образом вот твоя мечта она здесь обретает реальные черты то есть именно вот режиссерство ты в каком-то здесь кружке состоишь в клубе дело в том что как только сюда приехал поменял сферу и решил то что пойду на инженеру все таки резко очень ну да достаточно резко но в этом плане здесь очень такая сильная поддержка так как у вики в классе им еще не позволяют выбрать собственные предметы так как она молодая потому что еще но в моем возрасте мне уже позволяют выбирать свои собственные предметы и то что я считаю нужно для себя изучать я это именно и выбирать например в прошлом году я брал физику но и пик курс физики и пида что такое как бы уровень университета понял понял если получу за него здесь балка мне надо выбрать ну ты кредиты получишь университета на самом деле если вы идете именно на инженера то вам в любом случае придется его брать понял понял и естественно как бы я могу математику поставить здесь в статистике могу взять откинуть другие предметы которые я не считаю нужны для себя элективы так называемые да 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 а в базовом курсе какие предметы есть определенное число кредитов которые вам надо взять естественно 24 по-моему до 6 за год да там участвую что в итоге вам наделем 3-4 математики на английский каждый год искусство обязательно идет наука понятно и такие вот различные вещи а ты сколько лет здесь будешь учиться еще я уже все ты уже в этом году сколько отучился третий слушай ну как вообще вот все таки я вот честно как мыслю русскому парню так скажем ты получается если ты в грозном ты ты чеченец а ты чеченец как бы вот русские чеченцы парни они как бы но все изначально немножко мы как бы бычки если так можно сказать да это правда я сам себя так чувствую но даже в этом возрасте да хотя у меня есть уже какие-то навыки там в обществе себя вести как-то адекватно если так можно сказать как вот это вот менялась я думаю это нелегко меняется честно говоря были естественно проблемы до сих пор есть проблемы потому что есть различные вещи какие-то это за отдельную плату будет you have to pay separately for this my chinese friend ok но как бы есть определенные аспекты культуры американцы которые тяжело будет принять человеку с русской такой базы ну да 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 и естественно ну могут возникать какие-то конфликты но со времени это проходит как бы не то что становишься более толерантным определенным людям ну просто закрываешь на это глаза ну грубо говоря просто приобретаешь навык может быть такой гибкости как какой-то адаптации знаете то же самое что с английским языком когда только приехал толком на английском не говорил и в итоге сейчас уже с американцами круто 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 слушай ну интересного тема как произошел процессу то что ты по идее гуманитарную специальность режиссерство тоже это навер было не как-то поверхностно более-менее глубоко ты раз меняешь на резко техническую как вот это вот интересно мне это хорошая вещь я считаю потому что это показывает что человек на месте уже подвергнув себя каким-то учебным процессом более-менее серьезно определяется с будущей профессией просто как бы за годами я начал задаться вопросом как же я могу ну грубо говоря помочь обществу я не вижу такой большой пользы потому что буду режиссером естественно знаю то что мне легче снимать фильмы здесь и я понимаю то что тем самым я никак не смогу развивать ту же самую режиссеру в россии как бы это будет тяжело потому что там уже есть свои люди есть уже ну знаете определенная иерархия конечно просто втиснуться парень из ниоткуда сто процентов это вообще такая узкая специализация на самом деле по пальцам пересчитать инженеры это круто и поэтому решил то что больше для общества блага могу принести и если естественно я сейчас отучусь я сразу же в россию наверно приеду то есть ты все-таки вернешься конечно родину как бросать слушай супер супер приехал учиться хорошо хорошо на что ребятам вот мальчикам обратить внимание парням когда приедут именно сюда в школе вообще в америку наверно в большей степени ну и неры и в школу потому что эта часть америки с американской культуры но когда парни приезжают ожидание вот этих вечеринок американских знаете этого всего то что показывать фильме на самом деле все не так и самый главный то ответственность когда вы приезжайте вы должны понимать то что вы представляете не только с вашими новую это супер как бы если вы что-то сделаете неверно то потом люди вокруг все будут думать то что так поступают люди вашем народе поэтому самое главное это ответственность и вы развиваете что и пониматю что правильно что не правильно понимать что будет затем следуя каждым твоим действием. Классно. Так, ну самую трудность мы с тобой обсудили. Что больше всего нравится? Здесь? Ну вот, возможность выбора классов, на самом деле. И то, что... Ну, опять же, это зависит от учителей, да? Есть очень сильная поддержка от многих учителей. Класс. У меня учителя по физике, по математике, по английскому. Такие учителя, которые как бы пытаются развить навыки. И если есть сейчас какие-то трудности, наоборот, помогают перейти через них. Опять же, я не говорю, что в России такого нет, но это как бы зависит от учителей. Тут есть тоже учителя, которые не то, что наплевательское отношение, но им нет такого определенного дела, знаете? Есть такое все-таки, да? Ну, это везде такое бывает. Не так, что приехали. Но все-таки вы платите совершенно серьезные деньги здесь за это? Ну, у меня скидка сильная. Окей. Я просто много в чем участвую здесь. Спорт? Да, ну и спорт тоже. Футбол, гребли. У меня кружок свой. Круто. А какой кружок? В этом году открыл. Называется Engineers for Hope. Engineers for Hope? Да. Классно. Но мы... В идеале мы собираем вещи, как бы, конструируем для школы, для общественной характеризации. Понял, понял. Мы только начали, и сейчас школа, ну, заказала стол для пинг-понга. И вот мы сейчас сделаем стол для пинг-понга у нас, и будку для собаки. М-м-м. А, вы как бы внутренние нужды их закрываете своими руками, получается. Это круто-круто. Но зато у нас финансируют. Такой внутренний проект. Супер. Нету ностальгии? Нет. Есть. Есть. А ездите домой все равно? Да. Как часто? Пару раз в год? Ну, сколько у нас? Три раза каникулы было в году? Ну, раза два, да. Зимние и весенние. А, нет, зимние и весенние всегда. Короче, одну вещь понимаю. Чем человек моложе, тем ему проще адаптироваться. Приехал и все. И концы обрубил. Это классно. Это правда, я уже это понял. Главное, корни не забывает. Корни не забывает. Совершенно верно. Это абсолютно. Национальная идентичность. Всегда ее пропагандирую. Хорошо, 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 хорошо. Большая территория у школы? Да. Большая. А тут что-то ближайшее. То есть, как... То есть, объясните мне. То есть, вы не можете уходить за территорию школы? Ну, почему можно? Можете, да? Мы даже... Так как мы здесь живем еще, мы должны там... В этом году это сделать, то, что мы должны мне позвонить, сказать, то, что мы куда-то уходим и вот так вырезаем. Ну, как бы... Тоже, наверное, с определенного возраста, то коммникация идут тебе, Виктория, нельзя поехать? Можно, да? Нужно просто заполнить документы, придем от родителей. А, от родителей. Все, я понял. Да, можно выезжать спокойно. Но, опять же, проблема в том, что тут, чтобы куда-то поехать, там, такси звали, а это дорога. Я понял. А какой ближайший город? Бостон? Тут. Сколько до него? Два часа. Ну, то есть километров. Или вы уже в милях перепрограммировались, да? Метрическая система. Так. С какими нациями легче ладиться? С европейцами. С европейцами? Реально? Я слышал, что с китайцами почему-то русские хорошо сходятся. С турками. С турками нормально, да? Окей. Ну, опять же, есть... Я понял, ребят, хорошо. Ну, ладно, пару слов, какие ты хочешь передать парням в России, если которые думают о США. Продавайте родину. Самое главное. Спасибо за честность, это действительно. Но мы действительно даем нашим клиентам опцию. То есть, когда человек приезжает в зарубежную страну, он либо приезжает однозначно уже с целью остаться и продолжить жизнь тут, что сказала нам дорогая Виктория, которой большое спасибо за ее активное участие. Но также есть люди, которые приобретают здесь хорошую квалификацию, поскольку образование действительно очень качественное, и вернутся, чтобы достичь каких-то высот у себя на родине, верно? Это тоже возможно. Замечательно. Ребят, большое спасибо вам. Вы молодцы, что время свое уделили. Виктория, тебе отдельное спасибо. Ты не по годам взросла и хорошо размышляешь и говоришь, а я-то тем более. Спасибо большое.